Приложение English. Это скорее не урок, а приложение к этому курсу, как и два резюме. Здесь, опираясь на лингвистов, расскажу, какой английский нужен морякам и почему именно English. Поделюсь профессиональным и собственным опытом в освоении языка. Анекдот старый. Do you speak English? Do you? No fuёво. 1.1. Ведение. Вы можете быть отличным морским специалистом с хорошим образованием, имеющим большой морской стаж, серечь опыт, разбираться во всём и во всех, то есть иметь светлую голову, но вам никогда не стать международником без знания английского языка. English – это международный язык общения на море. И не только. Так сложилось исторически и так закреплено документально. Владением английским языком входит в квалификационные характеристики специалистов морских профессий и является профессионально важным качеством. Наличие иноязычной профессиональной компетентности у ВПК закреплено в Международном кодексе ПДНВ 7895. Боже меня упаси от обвинений в антипатриотизме. Однако не секрет, что заработки отечественных мореманов на порядок, а где и поболее ниже моряков-подфлажников. Тех, кому посчастливилось завербоваться под приличный, удобный флаг. Если еще повезло с оуноров, работа может местами превратиться в удовольствие. Питание, снабжение, хорошая зарплата – полностью и вовремя. От себя требуется только нормальная и профессиональная работа, без спешки и штурмовщины, с чувством, с толком, с расстановкой. При наличии образования и опыта вас может остановить только незнание английского языка, то есть лень. Знание английского языка для моряков на иностранных судах уже давно является требованием по умолчанию. Судите сами. Введение всей документации, общение с коллегами, начальством ведется на английском. Аргументы вроде «у меня нет способности к изучению языков» не проходят. Знать английский язык моряку так же важно, как и знание своей профессии. Если еще добавить знание нецензурного русского, так как моряки матом не ругаются, они на нем разговаривают, то вы готовы к хорошей и жирной работе. Хотите уйти в рейс на иностранном судне – плотно займитесь изучением инглиша. Мотивация – это многое. А зарабатывать хорошие деньги – это ли не хорошая мотивация? Далее в главе 1.2 «Какой язык нужен морякам?» я привожу мнение профессионального лингвиста Н.В. Бородина из Владивостока. В своей статье «Морской английский язык в обеспечении безопасности мореплавания» он настаивает, что изучение АЯ – это английский язык – в вышке. Кроме обычной программы «Иностранный язык», упор следует делать на профессионально ориентированный английский язык – English for Specific Purpose. Статья довольно большая и даже в моем сокращении занимает два листа Word. Я приведу только некоторые выдержки. Любой выпускник вуза, специализирующий в области судовождения, должен быть компетентным пользователем морского английского языка. Именно морской английский язык является их рабочей средой. И требует хорошей подготовки по профессионально ориентированному английскому языку. Или английскому языку для профессиональных целей. В 1977 году ему был разработан и одобрен стандартный морской навигационный словарь. Стандарт Marine Navigation Vocabulary. Но этот словарь не был обязательным к использованию. Помимо стандартного морского навигационного словаря, в 1982-83 годах, специалисты из Великобритании разработали SeaSpeak – специальный английский язык для связи. Поведение ради перегорова на море было опубликовано в 1984 году и не утратило своей актуальности до настоящего времени. Однако SeaSpeak – язык, ограниченный рамками его применения. Он не может быть применим при написании делового письма или телекса. Не может использовать и при работе с Лосманом и т.д. Различные происшествия на море вынудило Подкомитет по безопасности мореплавания принять решение о пересмотре стандартного морского навигационного словаря. Новый вариант словаря получил название «Стандартные фразы для общения на море». «Стандарт marine фразы for communication at sea». Окончательный исправленный и дополненный вариант сформировался к 2001 году, когда ЕМО одобрило и рекомендовало к обязательному использованию повседневной практики моряков. Это некий универсальный набор фраз, предназначенный для обеспечения безопасности мореплавания и защиты морсреды. Их предназначение – упростить и унифицировать общение на море. Использование фраз для ведения обмена на море стало одним из обязательных требований и внесено в Международный конвенционный документ ПДНВ 7895, регулирующий подготовку специалистов морского профиля. Автор с коллегами суммируют сказанное выше и полагают, что дисциплина в музовском курсе подготовки специалиста-судоводителя – это морской английский язык, то есть профессионально ориентированный для судоводителей, или английский – для профессиональных целей судоводителей. В главе 1.3 «Как эффективно учить английский» я опять обращаюсь к опыту профессионалов. Лингвист Алексей Фрунзо дает советы и рекомендации по изучению языка. Формат этого ролика не позволяет привести статью полностью. Я приведу только понравившиеся мне фрагменты и советы. Да простит меня автор, мне пришлось немножко сократить и обработать его текст для этого ролика. Итак, если вы еще пока в начале пути, а что делать, если вы откликнулись на вакансию, и работодатель просит вас сдать Марлин Тест или ЦЭС уже в ближайшие пару дней. Без паники. Отказываться от работы ни в коем случае нельзя. Всеми силами старайтесь попасть на морские вакансии, даже если уровень вашего инглиша пока не очень высокий. В сети сейчас полно сайтов, которые предлагают помощь морякам, столкнувшимся с необходимостью сдать англо-морские тесты, все различные, с гарантированным высоким результатом. Как самостоятельно выучить английский для моряка? Посылайте лесом тех, кто знает какой это единственно верный метод, после того, как перепробовал все. Метод 52-го кадра, изучение под гипнозом, метод телефонного воздействия, мозгового втирания или вибрации чакр – это, как правило, фейк. Вам придется трудиться, а метод подбирать под себя индивидуально. Подумайте, достаточно ли вы самоорганизованы для самостоятельного изучения инглиша, и есть ли у вас возможность заниматься уроками дома. В некоторых случаях можно достичь большого результата при посещении курсов английского языка или индивидуального обучения с репетитором. Примечание. Если с нуля, то самым эффективным считается изучение языка с грамотным репетитором. Но это и самый дорогой способ. Далее следуют курсы и последним самостоятельное изучение дома. Разумеется, потребуется некоторая сила воли, поэтому и не каждый владеет языком. Не каждый имеет приличную работу и хороший заработок. Это естественный отбор, каждому по способностям. И если вы знаете себя, что вы слабы и не осилите, то другой совет – не беритесь за английский, плавайте в своей нише. С чего начать? Если вы самостоятельник, то с выбора литературы. Если вы нулевой, начните с книг для детей. Например, Валентина Скульте «Английский для детей» в трех томах. Каждый том книга снабжена методическими указаниями. Она – отличный паровоз для любого новичка. Тупо и терпеливо следуйте череде уроков. Примечание важно в изучении языка. Зубрежка слов малоэффективна. Вам следует впитывать английский с слова, не сопоставляя им русские. То есть не переводить в уме с русского на английский и наоборот. Работающий способ расширения словарного запаса. Наделайте из картона карточек, небольших, 3 на 4 сантиметра. Выписывайте на одной стороне новое слово, на обороте его перевод. Если надо, с транскрипцией. Есть время – тасуйте колоду, тренируйтесь. Как умно замечено одним преподом, знание всей таблицы неправильных глаголов – это треть всего основного базового английского. Если не больше. Так и есть. Так что добрый совет. Изуприте большинство неправильных глаголов. Хорошо, если их 50 с чем-то там. Об этом не пожалеете. Далее автор дает 25 способов улучшить свой инглиш. Вы их найдете в конспекте. А в ролике я приведу не все. Выборочно, что мне понравились. Первое. Слушайте аудиофайлы. И сеть вам в помощь. Это не только эффективнее, чем прослушивание песен на английском, но еще и в нужную тему. Кстати, в библиотеке есть многое, что моряку нужно. Ищите информацию в интернете только на английском языке, что повысит навык чтения на английском. Четыре. Для большинства изучающих английский ниже уровня Advanced чтение книг в оригинале может показаться затруднительным. Можно попробовать читать такие книги, которые вы уже читали на родном языке. Или просто детские. Пять. Если трудно для понимания, попробуйте посмотреть первые 10-15 минут. Можно с субтитрами на родном языке. Затем продолжайте смотреть фильм с английскими. Восемь. Оценивайте свой уровень владения английским разумно. Его можно проверить, пройдя тестирование в интернете. Девять. Вместе с карточками введите свой словарь. Список слов для запоминания. Можно с транскрипцией. Десять. Вечером попробуйте описать на английском в трех-пяти предложениях то, что было важным за день. Желательно письменно. То есть это своего рода дневник. Одиннадцать. Участвуйте в онлайн-чатах. Что является близкой заменой живого общения для тех, у кого нет возможности поговорить на английском. Хотя сейчас полно сервисов с учителями на английском и так далее. Тринадцать. Хороший шанс повысить языковый уровень – попасть в полностью англоязычный экипаж. Здесь хочешь, не хочешь, а заговоришь и научишься понимать. Но туда еще надо попасть. Четвернадцать. Ставьте цели. Мотивация – великая вещь. На экране таблица 1.1. За и против самостоятельного изучения. Выбор за вами. 1.4. Собственный опыт изучения английского языка. Первое. Я начал подъем языка в конце 80-х, имея обычный языковый багаж. Школа плюс мореходка. К тому времени этот запас довольно потускнел, но был не нужен. По сравнению с сегодня, был еще один огромный минус – отсутствие персонального компа и его величества интернета. К плюсам я отнесу огромную мотивацию. Тогда я заканчивал вышку заочно. Работал в портофлоте Севморпорта и мечтал о больших морях. Вернее, о серьезной и высоко оплачиваемой, желательно в валюте, работе. Поэтому в первом пункте я запишу самое главное в изучении инглиша – мотивация. 2. Очень важен подбор правильной литературы. В этом мне помогла вышка ОГМА и моя тогдашняя англичанка. Низкий ей поклон. Хотя об изучении языка на заочной форме обучения, но я вас умоляю. В библиотеке к данному курсу вы найдете все, на мой взгляд, нужное. Но все это семечки по сравнению с огромными возможностями инета. 3. Вместе с штудированием грамматики я сразу начал пополнение своего словарного запаса. Изучив брошюру по развитию памяти, запоминал до 10 слов в день. Делал карточки, как описано выше. Писал ручкой в тетради труднозапоминаемое слово. По поллиста и более. Это школьный прием. Наговаривал на диктофон, который появился позже. И так далее. Например, я почему-то путал значения, quantity and quality, количество и качество. Пока не придумал слоган, квота чего-то, прием из брошюры памяти. Хорошо помогает прием виртуализации и ассоциации. Когда запоминаешь, вы выстраиваете в голове зрительно-ассоциативный ряд. Приемов масса, ищите свой. 4. Да, о компе можно было только мечтать. Но я пошел на расходы, прикупив у Вокман. Помните, тот с магнитной кассетой. Мой товарищ, забросив English, презентовал мне курс Илоны Давыдовой. Кстати, очень неплохой. Но как у этого воздействия на серое вещество, полная туфта. Плеер стал моим спутником и другом везде. Даже в гальюне. Я гонял Илону, записывал сам, стирал, записывал снова и снова. Прочитав где-то об обучении во сне, на самом деле эффективно только время засыпания, я все равно засыпал и просыпался с английским в наушниках. 5. Наибольшие КПД запоминаний происходит, когда вы подключаете к процессу все ваши органы восприятия. Зрение, слух, осязание, рука, обаяние, нюх и вкус. Это прием из брошюры памяти. Да-да, даже вкус. Если вы претесь от шоколада, кушайте на здоровье, при этом хвалите себя, но на английском. Занимайтесь любовью. Нет, даст ист фантастиш. А, итс фантастик. И так далее. Эффективное изучение АЯ должно охватывать как можно больше областей мозга, чтобы можно было установить больше связей. 6. Разбираю одну из тем из учебника Бобровского для мариманов. Тему я читал несколько раз. 5-6. Отрабатывая произношение. Выписывал новые слова. Это школьный прием. Делал прилагающие письменную работу и отвечал на вопросы. Отработав текст, записывал его на Увокман. Рассказывал сам себе прочитанное. Позже, когда тема подзабывалась, прокручивал ее на плеере. И не раз, если требовалось. 7. Еще раз про шоколад. Пробовал с водкой, ибо грешен. Два раза по 50 еще работает, но дальше только хуже. Объясняется просто. Когда не знаешь язык, ты его боишься. Спиртное немного снимает этот тормоз. На своем втором контракте я старпомил и был единственным в экипаже, кто немного понимал и говорил. Меня поднимали в любое время дня и ночи, если дело казалось у КВ-переговоров или КВ с оператором. Мастер, зная мой мандраж, сам наливал сотку. Практика порочная, но тогда работала. 8. Я делал и пробовал все, не забывая о физкультуре, ибо мозг должен хорошо снабжаться кровью. Даже стоял на голове, когда она отказывалась работать. Прочитав, по-моему, юный техник, статью о чудо-девайсе на основе слабых электромагнитных полей, собрал простенькую схему с двумя электродами на голову и батарейкой 4,5 вольта. 9. Смастерив, опробовал на себе, но оказалось фейком. Повторюсь, я делал все, так как был железно мотивирован. Я хотел знать инглиш. 9. Не секрет, что язык – это не лыжи. Встал на них и на всю жизнь. Им надо говорить. Приходя с очередного рейса, я отдыхал и наслаждался семейной жизнью. Инглиш забывался. Поэтому, когда подступало время морей, я вновь погружал себя в язык. Именно погружал. Это значит «жить по-английски», «по-английски есть», «спать» и так далее. Инглиш был повсюду – в телевизоре, интернете, диктофоне. Меня тошнило от английского. Нет, не так, а вот так. I'm sick and tired of English. Я разговаривал сам с собой, с женой, благо она хорошо училась и понимает, с собакой. Разыгрывал виртуальные диалоги с работодателем. Тогда часто практиковали интервью по телефону. Примечание. Тогда я, наивный, тайно гордился, что изобрел метод погружения в язык. Когда пришел в интернет, я был разочарован. Оказывается, все уже украдено до нас. То есть, этот метод давно практикуется профессионалами от языка и называется именно погружение. 10. Who is great? I'm great. Хвалите себя. Любой прогресс важен. Его надо фиксировать. Вы сами почувствуете, когда начнете думать по-английски. А это значит «браво». Это значит, что вы где-то на уровне интерн-медиа B1. Примечание. Международная шкала цифр включает шесть уровней английского. Он у вас на экране. В итоге я добился чего хотел. Нет, я не стал вровень с англорожденными, но стал англоговорящим. На интернациональном английском языке. International English. Это немного другой язык. Не классика. В лучшие времена мой English был где-то между B2 и C1. Меня понимали. И я понимал. А это главное. Попадая в полностью англоговорящий кишпаж, не пугайтесь, а радуйтесь. Это лучший способ поднять свой English. Я знаю, о чем говорю. У меня такое было несколько контрактов. На борту офицера немцы и рядовые филиппки. Прочитав где-то, что лучший способ постижения языка иметь подругу, говорящую на этом языке. Я проверил это в Siemens Club. И вы знаете, работает. Да простят меня жены моряков. Ибо не корости ради, а токмо волею эксперимента. Шучу, конечно. Я надеюсь, что мой скромный опыт познания АЯ кому-то пригодится. У вас, молодежь, есть огромный бонус. Интернет и чудо-девайсы для проникновения. Комп и смартфон. По сравнению со мной, тогдашним, ваши возможности практически безграничны. В сети куча сайтов, сервисов, программ. Я уже не говорю о самоучителях, так как с преподом вы можете пообщаться онлайн вживую. Google вам переведет любой текст и даже прочитает. Дерзайте, ибо молоды и полны сил. А диван оставьте нам, старом пескоструе. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok